Всех благ и пусть будет мир. И я хотела бы напомнить своим зрителям, нашим зрителям, мы уже с вами об этом говорили. Наше последнее интервью с вами было 15 сентября, за несколько дней до того, как Алиев совершил военный удар по жителям Арцаха. Наше интервью мы озаглавили таким образом и вывели основную мысль из нашей беседы. Она звучала примерно так. Карабахская петля. Отказ от правовых критериев в разрешении этнополитических конфликтов ведет к новым войнам. Меньше чем через месяц началась война в Израиле. Ваш прогноз оправдался? Да, к сожалению. Так мне вообще приходится часто испытывать горечь от того, что мои прогнозы оправдываются. Потому что хотелось бы ошибиться, но, к сожалению, так и есть. Карабахская петля оказалась на шее в 2022 году русских и украинцев, а уже в 2023 году на шее арабов и израильтян. Это петля неурегулированности правовыми способами, правовыми методами этнополитических конфликтов. И отказ от применения правовых критериев в их разрешении. Вот к чему он приводит. Он приводит к кровопролитным войнам. Что мы видим? К сожалению, то, что произошло в Израиле, то, что произошло в Газии, в секторе Газа, наводит на очень серьезные размышления. И здесь, конечно, много очень можно рассуждать на эту тему. Но я попытаюсь сегодня удовлетворить ваше любопытство. Поэтому, пожалуйста, вопросы. Ну, раз мы начали от того, что приводит к новым войнам, вы говорите, отказ от правовых критериев. Да. Первое, что мы можем зафиксировать, это факт, что показала нам эта война, что не работают международные механизмы. Ни арбитражные, ни механизмы быстрого реагирования. Не работают механизмы оперативной защиты. Получается, что террор — это единственная борьба против террора. Террор рождает террор. Зло порождает зло человечества. Но цепная реакция — зла. Человечество до сих пор не смогло выработать каких-то механизмов, чтобы избавиться от этого порочного круга. Согласны вы? Да, конечно. Но это уже цепная реакция, вы назвали, это Карабахская петля, вы назвали Украину войну в Украине, сейчас идет война в Израиле, и цепная реакция может продолжаться. Вы думаете ли вы, что, например, эта война может оказаться в нашем регионе? Но не будем забывать, что заразительно не только зло, но и добро. Добро, ведь если бы действительно был создан прецедент, когда в последние годы, ведь, по сути дела, в 20-м году 44-дневная война, я не разу об этом говорил в ваших программах, это, по сути дела, открыло ящик Пандоры, выплеснуло агрессию, выплеснуло порочную идею о том, что можно решать этнополитические конфликты военным путем, силовым методом. Ну, а Лив, например, считает, что у него это получилось. У него это получилось, это покажет время, насколько это получилось. А что касается того, что он вверг мир в цепную реакцию насилия и войн, это уж точно. У него, может быть, он считает, что он удовлетворил свое тщеславие, удовлетворил свою жажду мести. Нет, он продолжает это не так, чтобы он уже удовлетворил. Или удовлетворяет это, конечно, в процессе. Продолжается его этот процесс. Потому что, да, потому что у людоедов тоже аппетит приходит во время еды. Да, когда ему дали в течение 44-х дневной войны сожрать Гадрут, сожрать Шуши, потом уже пришла очередь Степана Керта. И мы видим, как отказываются не только Азербайджан и Турция, а и Россия, к сожалению. Потому что Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, известном нам, заседании, которое обсуждало эти трагические события, на этом заседании Полянский представитель России упорно называл Ханкензи. Степан Акерта называл Ханкензи. Интересно то, что Россия является правоприемником Советского Союза. И в качестве правоприемника Советского Союза занимает место постоянного члена в Совете Безопасности ООН. А вот представитель России отказывается уважать наследие Советского Союза, то есть страны правоприемницей которой является Россия. И почему она занимает почетное место и очень серьезное место постоянного члена Совета Безопасности ООН, унаследовав это место от Советского Союза как правоприемница Советского Союза. Кстати, в этом вопросе у Армении могут быть свои на этот счет претензии, потому что Армения провозглашила свое правоприемство Республики Армения с Советской Арменией. И поэтому она тоже может претендовать на часть наследия этой великой сверхдержавы, которая канула в лету, но оставила за собой серьезное наследство, в частности и на международном уровне. Уровни это место постоянного члена в Совете Безопасности. Так вот, это просто позор то, что Полянский представитель России говорил Ханкинди, потому что Степанакерт, это же по имени Степана Шаумяна, город назван. Это советское наследие, это то наследие Советского Союза, так же как и Нагорно-Карабахская автономная область, которая была ликвидирована. Была проведена операция «Ликвидать», под кодовым названием «Ликвидать», и под прикрытием миротворческого кондингента была ликвидирована Нагорно-Карабахская автономная область, Нагорный Карабах, армянская автономия, которая имела все основания воспользоваться правовыми документами, оставленными Советским Союзом в наследство новой России. И Новая Россия как раз не цена ответственность, потому что Карабах самоопределился в полном соответствии с законодательством СССР. В полном соответствии, в частности, с тем законом, который я единственный, наверное, кроме меня, только Самвел Бабаян ссылался на этот закон, принятый Верховным Советом СССР 3 апреля 1990 года, который упорядочивал решение вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР. И решение вопросов в этом случае, связанных с правами автономных республик и областей в составе тех союзных республик, которые решат выйти из состава СССР. Что они имеют право на проведение референдума и путем референдума решение вопроса о том, остаются в составе выходящей из СССР республики, или провозглашают свою независимость, либо остаются в составе Союзного государства. То есть Карабах воспользовался этим своим правом в полном соответствии с законодательством Советского Союза. Поэтому присваивать себе право, менять название столицы не может никто. Это исключительное право народа, который там проживает, и который был изгнан чудовищным образом. Чудовищным образом. Понимаете, это не просто геноцид. Это геноцид, которому предшествовал Голодомор. Азербайджан говорит добровольно. Голодомор, Голодомор. Азербайджан говорит, они добровольно покинули места своего проживания. До того, как... Свою родину. Как добровольно 200 человек, 200 трупов. Это что они, что это? 200 человек были убиты, по официальным данным. Сотни покалечены. Это что, добровольный уход, добровольный исход? О чем вы говорите? Это геноцид. Самый настоящий геноцид. Причем геноцид, которому предшествовал Голодомор. Голодомор. Который длился почти год, 9 месяцев. А потом, во время исхода, вдруг взрывается, значит, бензиновый бак, из которого люди, выстроившиеся в очередь, хотели получить бензин для того, чтобы бежать из этого ада. И вот внезапно взрывается. Никто об этом не говорит. Почему взорвался? Откуда прибыл этот бак, кстати? Да, это, видимо, недаром карабахцы, значит, когда им хотели якобы поставить хлеб из Агдама, отказывались этот хлеб получить. Потому что считали, что он может быть отравлен. Он может быть отравлен. И вот мы видели, как был отравлен бензин, который вдруг внезапно взорвался. Понимаете? Такого не было никогда в Карабахе до этого, и не могло быть. И что это? И никто об этом не говорит. Вот эти миротворцы, они же были там, когда взорвался этот бензин. Почему взорвался? Как взорвался? А это ведь еще сотни человек убитых в результате этого. По сути дела, за это время, вот за этот один день, было убито 500 с лишним человек. И это в области, то есть на земле, на которой жило всего 120 тысяч человек. Если тысячи покалеченных и убитых из 120 тысяч человек, это что означает? Это не геноцид? Это не геноцид? Это массовые убийства. Это не геноцид? И сейчас почему-то, и кстати сказать, вот это слова блудия армянских властей, которые избегают этого термина, видимо боятся. Понимаете? И когда Путин ссылается на слова Пашиняна, что, мол, вот Пашинян заявил, значит, заявил, что Карабах неотъемлемая часть Азербайджана. Часть территориальной целостности Азербайджана. А ведь тот же Путин, а тот же Никол Пашинян в 2020 году, за месяцы до войны заявлял о том, что Карабах — это Армения, и все, и точка. Так почему вы делаете акцент на одно заявление, а Пашиняна не делаете акцент на другое? На то заявление, которое он сделал до использования алиевым, военных способов, силовых методов, принуждения. Все, что делается сегодня, и все, что говорится сегодня Пашинянам, говорится под дулом пистолета. То есть в условиях перманентного шантажа армянской стороны и угроз развязать очередную войну. Которая сегодня тоже делается, эти угрозы сегодня тоже слышатся. Поэтому они не имеют правовой силы, эти заявления Пашиняна. Тем более, что вопрос вообще не касается Пашиняна. Сегодня президент Албании может... Ведь Косово тоже примыкает к Албании, граничит, примыкает. Президент Албании может заявлять все, что угодно. Это никем не будет восприниматься, как правовой аргумент. Или правовая аргументация. Пашинян переговорщик, не надо забывать об этом. Пашинян же переговорщик. Пашинян переговорщик, а почему Пашинян переговорщик? Вот это совершенно другой вопрос. Почему Пашинян переговорщик, когда речь идет о Карабахе? Теперь ссылаются на то, что некто, который возглавил Карабах антиправовым способом, антиправовым способом, и подписался под заявление о том, что распускает Нагорно-Карабахскую республику, Арцах и так далее. То есть распускает все государственные органы и ликвидирует. Это входило в так называемую операцию ликвидации. Вот это входило в эту операцию. Эта операция была проведена совместно. Не случайно, что накануне, за два дня до 19 сентября, вот этой акции киноцида, за два дня встречались в Стамбуле. Дальше. Не случайно, что встал вопрос, который как-то замяли. А знала ли Россия руководство России? Встреча в Сочи. Руководство России, нет, ну, Мария Захарова заявляла, что их предупредил Ильхам Алиев за буквально считанные минуты до проведения этой операции. Ну, во-первых, не предупредил, он просто, видимо, позвонил уже уточниться по срокам. Потому что, в принципе, этот вопрос был решен, несомненно. Во время встречи Эрдогана и Путина в Сочи 4 сентября, и после этого началась определенная кампания в российских СМИ, для того информационная подготовка к осуществлению этой акции, в частности, массированные обвинения Пашиняна в том, что он предал Арцах. То есть это уже шла подготовка, арт-подготовка для осуществления. Мы говорим инфо-подготовка. Да, арт-инфо-подготовка. Арт-инфо, инфо-арт-подготовка. Да, да. И это шло на протяжении двух недель, интенсивная такая инфо-подготовка. После чего уже Алиев звонил, чтобы по срокам поставить в известность, что именно в эти сроки для того, чтобы была данная команда российским миротворцам, не вмешиваться. Что и произошло. Они, по сути дела, не вмешивались. А потом Путин во время Валдайской конференции заявил о том, что у миротворцев не было мандата. Не было мандата. Ну а почему тогда наши уважаемые друзья российские не поставили изначально вопрос о том, что они ставят условием осуществления своей миротворческой миссии получение мандата. От Азербайджана, международного мандата. Могли бы внести этот вопрос в ООН для того, чтобы их, значит, этим мандатом обеспечили. Если так. А если не обеспечивают, то честнее было бы сказать, что они не в состоянии обеспечить безопасность. Потому что у них нет мандата. И поэтому они предлагают международному сообществу рассмотреть иное решение вопроса. Иное решение. Речь идет о древнейшем первохристианском народе, которого истребляют. Которого истребили. То есть их нет. Были люди там, нет их там. Понимаете? Это геноцид. И если они рассеются, то те, кто выехали рассеются по всему миру, это будет очень большая трагедия. Это геноцид, причем проведенный по образу и подобию. Правда, в меньших масштабах. Масштабы чуть поменьше. Но ведь и век-то сегодня не 20-й, а 21-й. Но по образу и подобию был проведен этот геноцид. Это акте геноцида того медиагерна, великого большого геноцида, который был осуществлен Турцией в Османской империи на территории Западной Армении. Тогда тоже поставили вопрос о разоружении армян. Армян, которые служили в турецкой армии. О разоружении. Их разоружили, поставили этот вопрос, их разоружили силовым методом путем навязывания этого решения. После этого началось поголовное истребление, изгнание, депортация армянского населения. Депортация началась после того. Поэтому, естественно, карабахские армяне очень остороженно относились к этой идее. Изъять оружие и лишить их возможности иметь хотя бы на уровне обеспечения внутреннего порядка на этой территории. Вот это действительно... Для того, чтобы вы не думали, что я тут что-то сочиняю. Вот это моя настольная книга. В моей работе это моя настольная книга. Международные акты о правах человека. Вот здесь есть концепты о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Вот я читаю, значит, я читаю. Статья вторая. Настоящий комитет подгенопонимает следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковой. Полностью это весь армянский народ, частично это субэтнос. Субэтнос. Карабахские армяне, они говорят на своем диалекте. Самостоятельная часть мозаики армянского народа. Они, значит, никогда не входили никуда. Они говорят на своем языке. Это самостоятельная общность. И смотрите, вот какие действия квалифицируются как геноцид. Убийство членов такой группы. Имело место убийство? Имело место. Массовые убийства имели место? Имели место. Вот это первое определение. Убийство членов такой группы. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. Это имело место? Голодомор имел место? До сих пор в психиатрических клиниках лечатся карабахцы. Дети, женщины, старики не могут отойти от этого страшного стресса. То есть это было вот второе причинение серьезных телесных повреждений. Девять месяцев это продолжалось. При судьбе миротворческого контингента российского. Девять месяцев продолжалась блокада. Было это? Было. Были резолюции, требующие, чтобы Азербайджан прекратил эту блокаду. Открыл латчинский коридор. Не выполнил Азербайджан этих резолюций. И продолжал свою политику геноцида. Однозначно. Третье. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. Физически прекратили существование армяне. в Нагорном Карабахе. То пойдите посмотрите. И не видите это. Ну, конечно. Конечно. Мы знаем, что всех те иностранные представители, которые работают в Азербайджане, коррумпированы до мозга костей. И не могут быть не коррумпированы. Потому что слишком большие искушения там есть. В этой нефтяносной стране. Слишком большие искушения. И там они... Почему и Алиев настаивал на том, чтобы вот представители ООН, от имени ООН, которые должны были пронаблюдать ситуацию в Карабахе, чтобы они были аккредитованными в Азербайджане дипломатами. разных стран. И то, когда приехали. После совершения. И кто приехал? Те, которые зависят от Алиева. Алиев, мы знаем, как свободно умеет объявлять персоной Нонграда, не впускать в свою страну, выдворять из своей страны. Это для него не проблема. Особенно сейчас, когда он на коне. Ну, о чем речь? Поэтому они что, могли зафиксировать результаты объективно того, что произошло, а произошли чудовищные преступления против человечности. Это все есть. Когда их выставляют, пытаются выставить вот эти ролики, съемки в интернет, сразу убирают. Потому что международное сообщество хочет любым способом закрыть. Ну, точно так же они хотели любым способом закрыть и палестинскую проблему, да. Понимаете, любым способом закрыть, но когда ты стремишься любым способом ее закрыть и отказываешься от применения правовых критериев в урегулировании конфликта, в залечивании конфликтов, ты оказываешься вот в такой ситуации. Вот международное сообщество тоже и сейчас пытается, значит, пытается каким-то образом закамуфлировать происходящее, замаскировать происходящее. А на самом-то деле это страшная вещь. Это это ведь и главное это надо обладать каким цинизмом, чтобы по свежим следам этого преступления говорить о том, что сейчас созданы благоприятные условия для заключения мирного договора. Оказывается, до геноцида вот это и есть метод. Вот это и есть метод. Это метод известный. Сталинский метод. Нет человека, нет проблемы. Нет народа, нет проблемы. Ну, там депортировали чеченцев, там, других, и что из этого получилось? Немцев депортировали. Да, ну вот, а вот то, что армянский народ оказался, то есть армяне, это повторяю, это значит, это и пусть людей, понимаете, все, что делалось, все, что делалось в течение этих десятилетий, вот дать власть карабахцам в Ереване, понимаете, все делалось в этом направлении, чтобы лишить народ Карабаха право на самоопределение. Вот все, что делалось, делалось в этом направлении. Все, что делалось, делалось в этом направлении. и то, что в 99-м году, после нашей блистательной победы на парламентских выборах, честной, это единственные выборы, которые проведены абсолютно прозрачно, честно, и результаты которых отражали пожелания подавляющего большинства армян. страстное пожелание видеть у власти Карена Демерчана, Вазгена Саркисяна. Вот после этих выборов, то, что произошло, тоже с этим связано. Потому что убийство в парламенте, расстрел нашего блока. Я сидел в первом ряду, я чудом спасся. за мной сидели академик Котанян из нашей команды политической, академик Котанян и известный журналист Эндрик Абрамян, они были убиты. Я чудом уцелел, потому что они сидели прямо за мной на втором ряду, я на первом, перед ними. Поэтому здесь совершенно яс, а да, я что хочу сказать, это был международный заговор. привести к власти в Армении бывшего первого президента Нагорно-Карабахской республики, привести к власти так называемую карабахскую группу, клан, для того, чтобы потом сделать Армению в этом вопросе крайней, ответственной за Карабах и лишить карабахских армян право на самоопределение. Это был заговор. И, кстати, сказать, кстати, сказать, статья третья конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Наказуемые следующие деяния. Статья третья. Геноцид, пункт один. Пункт два. Заговор с целью совершения геноцида. Так вот, приведение к власти первого президента Нагорного Араба путем фальсификации выборов. Приведение к власти в Ереване, когда его сделали президентом избранного народным волеизъявлением президента Нагорного Араба Республики назначили сначала премьер-министром Армении, потом сделали президентом. 1998 год президентские выборы. Да, но вы после 99-го идете. В 97-м году назначил Девонтер Петросян легитимного избранного народом президента Нагорно-Карабах Республики премьер-министром на назначаемую должность премьер-министром в Армению. Через год отказался и сделал президентом стал Роберт Кочарян в результате проведенных выборов. А потом во время инаугурации Левонтер Петросян присутствовал на инаугурате и поздравил Роберта Кочаряна своим присутствием на его инаугурате с избранием. Вот это цепочка действий это не есть заговор с целью совершения геноцида. То есть заговор тех международных инстанций мы знаем как это все было. Мы прекрасно знаем как были сфальсифицированы выборы как потом их результаты были издержки были ошибки но в целом выборы прошли президент имбрали а надо было обязательно чтобы президент Нагорно-Карабахской республики демократическим путем народного голосования избранный был бы назначен на исполнительную должность в Ереване для того чтобы потом Армению сделать крайне в этом вопросе и лишить Карабах право на самоопределение право на самоопределение Путий что говорит вы признали кто признал то есть как вот это вы понимаете в чем дело дело в том что не ссылаются на не ссылаются на референдум не ссылаются на значит декларацию о независимости не ссылаются на то что в отличие от Азербайджана и в отличие от Грузии Армения провозгласила свое правоприемство с Советской Арменией и почему провозгласила правоприемство она провозгласила правоприемство в 1991 году потому что в 1990 году был принят этот закон и совершенно правильное решение было принято закон о порядке о решении вопросов связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Этот закон, и Армения, провозгласив свое правопринство с Советской Арменией, присоединилась к этому закону, естественно, потому что этот закон был принят с участием депутатов от Советской Армении, они за него голосовали, за него голосовали подавляющее большинство депутатов Верховного Совета СССР, в том числе и депутаты от Армении. Поэтому, когда было признано правоприемство с Советской Арменией, Армения оказывалась в этом вопросе абсолютно, скажем так, нейтральной, потому что этот закон, принятый 3 апреля 1990 года, не наделяет какую-то республику, какую-либо из республик, возможностью решать вопрос автономного образования, в случае, если эта республика выходит. Ни соседние республики, ни другие республики, ни Россия не могли, только там регламентируется, что только путем проведения референдума и путем волеизъявления самого народа, населения автономной области, автономного образования. Поэтому здесь совершенно ясно, что все действия Армении в этом плане до 1998 года, когда наступил этот период, когда решили, это был международный заговор по лишению карабахских армян право на самоопределение. То есть у них отняли это право. Хорошо, но если мы сейчас только что зафиксировали, что мы на примере вот этого, этой войны в Израиле, мы зафиксировали, что эти международные механизмы не работают. Вы приводите ссылки из этой книги, ссылки из этих статей, которые в принципе не работают. Это закон, это закон, и не работают действительно после совершенного... Дугин, я очень извиняюсь, я эту фразу только зачитаю. Вчера я зачитала в одном из своих интервью, сегодня тоже. Дугин считает, что Россия решает, чей карабах. Реа Новости приводит слова политолога Дугина, все вы знаете, кто он. Армения при Пашиняне бросила России вызов, а Баку, напротив, действовал умело и дружественно. В итоге Нагорный Карабах стал из армянского азербайджанским, говорит Дугин. А вы приводите тут какие-то законы... Ну, я скажу, что этот Дугин, Александр Гелевич, он в 2013 году выступал в Ассоциате политологов на нашей конференции и заявил во всеуслышание, что статус-кво, победное для армян, должно быть сохранено, и что России выгоден этот статус-кво, он выгоден даже Турции, он выгоден даже Азербайджану. Вот он такое заявление сделал. И что это статус-кво, существующее на 2013 год, это февраль был 2013 года. К сожалению, все телеканалы Армении, значит, им было из президентского... Но тогда не было Пашиняна, и тогда никто России вызовы не бросал. Ну, так в том-то и дело, что демонизация Пашиняна, она служит средством, способом оправдания своего разворота. Не политика Армении изменилась, а политика России изменилась. Изменилась, потому что Пашинян заявил, что он ничего менять не собирается. И, кстати сказать, многие очень аналитики, которые профессионально занимаются, значит, анализом ситуации на постсоветском пространстве, обвиняют Пашиняна, вот в частности, недавно я слышал выступление, значит, живущей в Лондоне, значит, Лилит Геворгия. Вот она, в частности, тоже, и не только она, многие обвиняют Пашиняна в том, что он ничего не поменял во внешнеполитическом курсе после того, как стал премьер-министр. После 2018 года ничего не поменял. Это были и действительно так. Если так посмотреть объективно, он не поменял вектор. Он и вчера заявил, что вектор не меняет. Значит, он сделал ряд демонстративных шагов, там арест секретаря для того, чтобы... ОДКБ. ОДКБ. Ряд демонстративных шагов, скажем, то, что он поехал там, жена поехала на Украину, там в Украину. Это все демонстративные были шаги, которые были призваны, скажем так, ввести в заблужение, отвлечь внимание западных лидеров от того, что ничего в своем курсе Армения не поменяла. То есть, своими демонстративными какими-то пиар-акциями Пашинян пытался прикрыть факт того, что он во внешней политике, во внешнеполитическом курсе ничего не поменял. Абсолютно ничего. От медведя легче убежать, чем его дразнить. Понимаете? От медведя легче убежать, чем его дразнить. Дразнить медведя это только себе в убыток. Это только, это большая опасность. Вот Пашинян, понимаете, что значит не участвовать? Ты не выходишь из организации и не участвуешь. Ну, это что-то приблизительно то же самое, что делает сегодня это наша парламентская оппозиция. Они не отказываются от мандатов, но не участвуют в заседаниях. Вот это то же самое только на внешнеполитическом уровне. То есть ты не участвуешь в заседаниях, в работе, в учениях и прочее, но не отказываешься от членства. Эти демонстративные акции не участвуешь, поскольку на Западе сидят не дураки. Понимаете? Там умные люди. Там очень умные люди, которые в этих играх разбираются очень хорошо. То есть ты создаешь видимость, ты пытаешься, значит, пустить дым в глаза вот этими своими демонстративными акциями. Но ты в любой момент можешь отыграть обратно, нет? То есть ты не порвал, не отрезал пуповину. Понимаете? А речь идет о чем? О том, что половинчатость в политике это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. В случае половинчатости в политике, наша политика армянская страдает этой болезнью половинчатости. Кисад прат учен по-армянски. Очень хорошо звучит. Кисад прат учен. Кисад прат мартис. Асуменче. Вот. Эта половинчатость, она очень опасна, потому что эта половинчатость привела, и уже не при Пашиняне. Это случилось в 10-м году. Я об этом, кстати, писал. И не где-нибудь, а в газете Айкакан Жаманак. В газете, редактором которой был Никол Пашинян. Правда, тогда он сидел в тюрьме, а его жена редактировала газету. Я тогда опубликовал серию статей, две большие аналитические статьи, почему чужие не стали родными. Результаты футбольной дипломатии сервиса Архисяна. И под заголовки. Это общий заголовок. Результаты футбольной дипломатии. А под заголовки, первая статья, это почему чужие не стали родными. И вторая статья, почему родные стали чужими. Это с 10-го года, с 11-го России, стала продавать тяжелые вооружения Азербайджану. До этого не продавала. После футбольной дипломатии сервиса Архисяна. Это результат футбольной дипломатии сервиса Архисяна. Потому что когда сервис Архисян пытался любой ценой, даже ценой отказа от нашей исторической памяти. Потому что что значит создать комиссию историков, которые должны исследовать, был геноцид или нет. Если большое количество стран уже признали этот геноцид. Признали геноцид. Как геноцид первый в 20-м веке. Это просто было кощунство. И там уже в это время, как раз в это время, Россия поняла, что руководство Армении, армянская политическая элита готова пойти даже на это, чтобы открыть границу. А для чего открыть границу? Понятное дело. Иначе говоря, препятствовало нормализации отношений между Арменией и Турцией. Естественно, Россия невыгодна была. Естественно, Россия реагировала нервозно на эту футбольную дипломатию. И не могла не реагировать. Почему? Потому что тогда она свои надежды на прочность своих позиций в Южно-Кавказском регионе связывала с Арменией. С тем, что Армения, так сказать, в этих условиях, когда закрыта граница с Турцией, и там нет разморозки во взаимоотношениях армян и турецких, никуда двинуться не может со своей роли форпоста. Кстати, после этого уже Армению форпостом не называли. Называли до этого. После футбольной дипломатии эта история закончилась. И уже тогда в российской элите начали рассматривать вопрос о том, что Армения в этих условиях, а по мере нарастания проблем, которые обострялись перед Россией, проблем во взаимоотношениях с Украиной, вот в этот период уже, и значит, в этот период уже укрепилась эта точка зрения, что Россия самостоятельно или опираясь на Армению не сможет, не только на Армению, не сможет обеспечить свое влияние, доминирующее влияние в Южно-Кавказском регионе. Необходимо обязательно пойти на сделку с Турцией. А сделка какая состоялась? Мы видим, какая сделка состоялась. Сделка состоялась, что, по сути дела, Путин и Эрдоган поделили Кавказ. Эрдоган дал гарантии Путину, что на Северный Кавказ заходить не будет. Путин ставит базу в Абхазии, там баррикадирует, так сказать, свои позиции, значит, вокруг Северного Кавказа, ставит свои базы туда. Кстати, об этом предупреждал никто иной, как Колеров, редактор Регдиума, значит, годы назад еще, что Россия может поставить базы в Абхазии, в Осетии, а Южный Кавказ, так сказать, оставить... Ну, он не говорил, кому оставить, но оставили Турции. По сути дела, состояла сделка. Состояла сделка, раздел Кавказа. Северный Кавказ России, Южный Кавказ Турции. Южный Кавказ Турции. И чтобы Турция на большее не претендовала, углубление отношений с Ираном, для того, чтобы в случае, если, значит, у Турции возникнут... Разыграются аппетиты, и Турция захочет, так сказать, опять, как это случилось во время Первой-Второй Чеченских войн в 94-95 годах. Если она попытается... Да, помните, что тогда происходило? Орузия шла чеченским боевикам из Турции через Азербайджан. Азербайджан был перевалочным пунктом. Чтобы эта история не повторилась, вот надо еще и Иран подключить в формате 3 плюс 3, для того, чтобы, если Турция выйдет из этих рамок, то можно будет задействовать возможности Ирана для того, чтобы ее призвать к порядку. Военно-политические возможности Ирана. Они весьма значительны, судя по тому, что сегодня происходит в мире. Поэтому здесь совершенно очевидно, что в этой ситуации этот вопрос с Турцией, понимаете, почему Россия внезапно перешла от жесткой конфронтации с Турцией, которая была связана с убийством посла, с убийством в Сирии военнослужащих, офицеров, летчиков. Почему она внезапно перешла, значит, потому что она в этом плане руководствовалась прагматическими соображениями, как она их понимала, как она их понимала. Но это ни в коей мере не оправдывает эту политику, поскольку вероломство турецкой политики известно. Вероломство турецкой политики известно. Это, значит, турецкая политика вобрала в себя все тонкости восточного вероломства и коварства. Все тонкости. И в этой ситуации Путина может постигнуть та же участь, которая постигла Горбачева, когда Маргарет Тэтчер задушила в своих объятиях сначала Горбачева, а потом и весь Советский Союз. Сегодня Путин душит в своих объятиях Эрдуган, хотя Путин этого не чувствует, потому что опять сомкнутся внезапно, очень внезапно. И в результате этого не только Путин пострадает, но, увы, пострадает Россия. Пострадает Россия. И русские патриоты, конечно, по этому поводу должны переживать. Должны переживать. И если так, я вот сейчас смотрю и думаю, а как, собственно, я вот, я давно не был сам. Я давно не был в Москве. В этот период не было желания. Но думаю, вот как сейчас. Вот Александр Андреевич Проханов, умный человек. Вот он знает историю государства российского. Но все русские цари, и Петр Великий, Екатерина Великий, наиболее успешные особенно, наиболее успешные, Петр, Екатерина, Александр. Все, значит, армян селили и такого, чтобы позволить, чтобы какая-то, значит, армянская, группа армян, общность армянская была бы вот так вот подвергнута геноциду. Но это вообще на территории восточной Армении. Это произошло уже после царей, когда империя стала рушиться, когда русские ушли из Карса и так далее. А разве аналогия тут неуместна? Тогда империя рушилась и, по сути дела, рухнула. Свергли Николая Второго. Когда это было, давайте отметим. В 15-м, 16-м, 17-м. С 15-го до 22-го года. Что было? Геноцид. Армян. Геноцид армян. С 15-го по 22-й год. В резолюции принятой Думой именно такая датировка дается. Геноцид совершенный Турцией, османской Турцией, с 15-го по 22-й год. Некоторые дают иную датировку в 23-м году. Хорошо, другие все положат. Датируют завершение этого процесса. В 23-м. В 23-м. Но факт остается фактом, что это был период, когда произошел распад Российской империи. И Российская империя находилась в состоянии распада. И вот это, по сути дела, уход российских войск, уход российской армии из Карса, Эрзерума, вот этих территорий Восточной Армении, из Вана. Уход российских войск ознаменовал начало распада Российской империи, Российского государства. Начало распада Российского государства. Такую же аналогию, вы думаете, она будет работать и сейчас? Сегодня то же самое происходит, и то же самое происходит сегодня. Один к одному тот же процесс. Только здесь действующими лицами являются, значит, Путин и Эрдоган. И, кстати сказать, и там есть масса аналогий очень таких, скажем так, резких и наводящих на глубокие размышления. И в этом смысле я вот думаю, ну как можно так относиться к присутствию армян на южном... Армяне это неистребимый народ. Армяне это неистребимая нация. Можно истребить на Южном Кавказе в целом. В Армении может не быть, а все равно армяне будут. Все равно армяне будут. Это неистребимый народ. Их невозможно истребить, потому что это первохристианский народ с особой миссией. Это первохристианский народ, богоблагословенный народ. Значит, кто знает, и образ Христа дошел до современности, потому что царь Абгар послал своего представителя, своего художника для того, чтобы изопечатлеть образ Христа. И ему, царю Абгар, для него, для царя Абгара, Христос это позволил делать. То есть это сакральный народ. Он неистребимый. Абсолютно точно это определение. Но что будет с Россией, вот вопрос. Что будет с русским народом, вот вопрос. А этот вопрос очень серьезный. Когда заходишь в московское метро, там, ну, трудно найти людей со славянской внешностью. Русского. Русских. Трудно. И вот это, это что, сознательный отказ от национальной идентичности в пользу каких-то эфемерных надежд на то, что, на то, что империя сохранится, если она будет, как то хотел Гумилев, тюркской. Она сохранится. Ну, а где будут русские? Вот русскую, отказ от русской идентичности, это что, уже решенный вопрос? Русские цари, да, селили армян в Крыму. На Северном Кавказе. Там даже возник субетнос. Субетнос. Черкес-Хай. Черкес-Хай. Субетнос. В Адыгее существует такой субетнос. Эта субетнос возник, когда организовано, как свою опору, как опору империи, армян селили туда, там. А сейчас никто не задается вопросом, вот из русских патриотов, кто виновен в том, и что стало причиной того, что карабахские армяне, которые дали маршалов, пять маршалов, Баграмян, Исаков, Худяков, да, Бабаджанян. Пять маршалов Советского Союза. Армяне, которые, значит, дали воинов еще во время царизма русского. Мадатов, герой Отечественной войны 12-го года, это же Карабахский. Вот этот народ сдался, имея на руках оружие на 2 миллиарда долларов, вот такого огромного количества, достаточно большое количество оружия. Сдался в течение одного дня. Вот что стало причиной? Не сдался, ушел. Нет, что стало причиной, что, скажем, армяне, в отличие от тех же палестинцев, нет, там маленькая территория, это газа, там, наверное, одна треть дерева, 300 квадратных километров, 60 километров так и 40 километров так. Это маленький клочек земли, пустыня, они цепляются за эту землю и оттуда не удаляются, оттуда не уходят. И сопротивляются. Вот что стало причиной того, что во время 44-х дневной войны вот так сдали Шушу. Кстати, наш этот, по своим корням Карабахский, да, как он всегда подчеркивает, Карен Шахназаров, недавно как раз в связи с этим высказывался, что он не может понять, как это можно было... А как это произошло? Почему это произошло? Вот почему вот так произошло в течение одного дня вот это вот, значит, этот народ, который дал таких войноначальников, героев во Вторую мировую войну, вдруг вот так вот, в ходе Великой Отечественной войны такие герои были. Так вот, за один день сдался, не сопротивлялся, а его руководство подписало, по сути дела, полную капитуляцию. Даже не обговорив то, что не будут карательные действия в отношении руководителей Нагорно-Карабахской республики. Вот как это произошло? Вот вы тоже, видимо, должны бы задаться этим вопросом, а я так думаю, что это произошло по одной причине. Понимаете? Вот когда карабахцы доблестно воевали, они всегда воевали бок о бок с русскими. Понимаете? Вот никогда не было в истории такой ситуации, когда бы русские были против них. А то, что происходило в течение девяти месяцев, этот Голодомор и прочее, прочее, зачем наблюдали мир? Да вообще 44-х дневная война. И причина того, что тогда, понимаете, в чем дело? Дело в том, что в нашей армии вот все эти генералы, они имеют двойное гражданство. Они граждане России, они получали гражданство России в расчете на то, что потом будут получать более высокую пенсию. Например, бывший долгие годы министром обороны Михаил Аручунян, он и сейчас в Москве. И, значит, он заявил о том, что все это время он был гражданином России. То есть, вот эта психологическая зависимость, психологическая, понимаете, если бы была вот эта страшная гибридная война, которая велась и в течение 44-х дней во время 44-х дневной войны, и после этого, и в течение этих лет, она парализовала волю карабахцев. Почему? Потому что карабахцы психологически, они были всегда, они всегда придерживались того убеждения, что Россия им покровительствует. Что это было, что Россия их защищает. Они вместе с Россией. То есть, они всегда воевали в составе русской армии, со времен русских царей. Были генералами, были известными военноначальниками. И в условиях, когда вдруг, внезапно это обнаружилось, как снег на голову. Потому что их и воспитывали, в том числе и в течение этих двух лет. Я говорю, ничего не изменилось, по сути дела. Никакого разворота не произошло. Все ожидали, что Николай Починян это армянский Саакашвили. И он осуществит этот разворот во внешней политике. Он начнет уже как бы извлекать из армянского сознания вот эту психологическую зависимость от России. Но этого не произошло. Понимаете, этого не произошло. А сейчас, кстати, в этом вопросе интересно было бы эти вопросы задать тем, кто в 2013 году в связи с 200-летием Гюлистанского договора, подписанного в урочи Гюлистан, по которому Персия уступила России на вечные времена Карабах. На вечные времена Карабах. То есть Карабах тогда вошел в состав России. Еще до того, как Армения вошла. Карабах вошел в состав России. Вот в связи с этим 200-летием, Зори Балая, хорошо вам известный, писатель и генерал-лейтенант Хайко Танжан, написали письмо, открытое письмо Путину, что вот, значит, Карабах надо включить в состав России, что это русская земля. Вот такое письмо. Верноподданническая. Понимаете, то и это письмо обсуждалось, потом придумали еще фейк какой-то ответа. Это все делалось для того, чтобы подогреть эту психологическую зависимость. Что вот русские нас поддерживают. И даже не важно, они дали оружие, не дали, они поддерживают. Это было ведь, понимаете, в первой войне заместителем Санвела Бабаяна был генерал Зиневич. Зиневич. Естественно, Зиневич, будучи офицером высокой пробы, он не мог участвовать в этих делах без согласия, значит, российского государства. То есть, в принципе, вот это было. А тут внезапно обнаружилось следующее, что они должны противостоять России. Вот они должны противостоять России. Понимаете, это для них был шок. Они полностью были деморализованы этим. То есть, они обнаружили, что им надо противостоять не только вот агрессору, а и миротворцам, которые их сковывают. Которые явно придерживаются приказа обеспечить непротивление злу. Вот и произошло непротивление злу. В результате которого армянское население подверглось. Геноциду есть было изгнано, депортировано в течение одного дня. А миротворцы были задействованы изначально. Почему я говорю заговор? Изначально. Изначально. Когда они появились там в 2020 году, изначально. Почему Азербайджан не возражал против их миссии? И они прямо заявляли, прямо они заявляли, Азербайджан прямо заявлял, что они приняли присутствие миротворцев в Карабахе с одной единственной целью, что они должны разоружить карабахцев. То есть, миротворцы сами не разоружили, но дали зеленый свет для того, чтобы это сделали путем военной агрессии и последующего геноцида. А до этого, что было сделано, это что? Вот те силы, которые здесь очевидным образом. Вот оппозиция, очевидным образом. Понимаете, Мика Бадалян, когда приезжал и говорил о том, что вы наши, сволочь, почему не выходите и не организуете как следует? Это неспроста. Это оппозиция, она действовала в этом ключе, то есть по подсказкам оттуда, однозначно, даже не подсказкам, а поручению. И она осуществила за несколько дней до нападения Азербайджана смену власти, по сути дела захват власти в Арцахе. Потому что был отстранен, значит, был отстранен этот самый, или ушел в отставку, это не важно, с ним договорились, торговались, как это произошло, но он сейчас сидит в бакинской тюрьме. Арай Карутюнян, президент, президент Арцаха. И на его место привели кого? На его место привели члены Дашнакской партии. На место, то есть, по сути дела, всю власть в Карабахе передали организованной Дашнакской партии, которая имела всего троих депутатов в этом составе парламента Арцаха. Их привели к власти. Это что, не заговор? Заговор с целью совершения геноцида. Это заговор с целью статьи третьей конвенции. Заговор. Потому что привести в этой ситуации Дашнаков, это значит, очевидным образом... А у Дашнаков есть связи с Россией? Спровоцировать. Естественно. Естественно, о чем речь? Это известно. Это известно. То есть, они привели к власти Дашнаков для того, чтобы... Помните, что говорил Роберт Кочарян после 44-х дневной войны в своем известном интервью пространном? Что то, что Никол Пхашинян своими высказываниями, своими действиями, заявлениями, своим поведением до начала 44-х дневной войны легитимизировал начало военных действий против Арцаха и Армении. Легитимизировал. Он сделал своими заявлениями, он подготовил почву. Теперь, по аналогии, скажем так. Приведение к власти в Арцахе и Дашнаков, это не попытка легитимизировать последующие силовые действия Азербайджана. Последующие нападения. Это не заговор с целью оправдать или создать необходимый антураж. Ну, тем более, что там шли угрозы, что если вы это сделаете, то мы нападем. Все. То есть, были и угрозы. Но это было сделано. Ладно, было сделано. Если было сделано, то был план защиты Арцаха, имея на руках вооружение защиты. Потому что, в принципе, если мы возьмем так, то, конечно, если идешь на такой шаг, на обострение ситуации, то ты должен ожидать, что последуют карательные акты. Ты готов противостоять этим карательным актям? Если не готов, то почему ты делаешь этот шаг? То есть, не было, разве не было политического расчета? А может быть, расчет был таким. Сделать такие резкие шаги, спровоцировать геноцид, массовый исход населения из Карабаха, массовый исход населения из Карабаха, а потом превратить это население в собственный электорат, в бензин для того, чтобы поджечь ситуацию внутри Армении. Проблема в чем? Проблема в том, что у нас нет суверенных политических деятелей, суверенных политических партий, они разобраны политическими центрами, разобраны в течение этих 30 лет, потому что политическим центрам никак не удавалось разрулить ситуацию вокруг Карабаха. Никак, это длилось годами, 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 и в течение этих лет все центры политической силы стремились обзавестись здесь своими пятыми колоннами. Все, все. И в этой ситуации вот наша политическая элита не смогла, не смогла выработать иммунитет. Иммунитет, иммунитет суверенности, самостоятельности и приверженности национальным интересам. Будем надеяться, нас в своих ошибках будут учиться, и у них появятся свои политические мудрецы. Спасибо, давайте на этом мы закончим. Спасибо вам. Мы еще встретимся, и возможно этот разговор мы продолжим. Этот анализ, я думаю, что я его прервала, потому что время вышло. У нас другие передачи сейчас идут, но к разговору мы вернемся. Спасибо, я тоже надеюсь на то, что все-таки у нашего политического истемблишмента хватит мудрости для того, чтобы понять, что вещи надо называть своими именами и не заниматься словоблудием. Геноцид надо называть геноцидом, потому что то, что произошло, в полной мере подходит под классификацию. Спасибо, дорогие друзья. Законодательного акта о предупреждении и наказании преступления геноцида. Конвенция. Спасибо. Напомню, что мы беседовали с доктором политических наук, президентом Ассоциации политологов Армении, Амаяком Иван Исианом. Беседовала Ганна и Аракелян. Всех благ. Продолжение следует...